Следующий пункт программы занятости 1. Уровень безработицы, уровень регистрируемой безработицы, отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда. 2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, в общей численности работников. 9. Срок реализации программы – 2013 год по 2024 годы. Программа рассчитана на 10 лет. 10. Объёмы бюджетных ассигнований программы занятости. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию программы за счёт средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляет… Я покажу на картинке, потому что такая крупная сумма, не могу прочитать, сколько это будет. В том числе, тут рассчитано по годам, сколько выделено по годам вот это денег. Из них – объём бюджетных ассигнований за счёт средств федерального бюджета. Тут тоже по годам рассчитано и крупные суммы денег. Объём бюджетных ассигнований на счёт средств фонда социального страхования Российской Федерации на 2016 год составляет столько-то. Ожидаемые результаты реализации программы создания условий для формирования гибкого и эффективно функционирующего рынка труда. Сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы. Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда, увеличится с 24% в 2013 году до 30% в 2024 году. Создание ежегодно в 2013 по 2015 года до 14,2 тысячи специальных рабочих мест для инвалидов. Создание основы для формирования требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования К результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции, а также основы разработки программ профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка труда путем утверждения и актуализации профессиональных стандартов. Снижение к 2024 году удельного веса численности работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда с 39% до 37,3% общей численности работников. Обеспечение соблюдения трудовых прав граждан, поддержание социальной стабильности в обществе. Есть еще фонд занятости населения. Об этом есть постановление об утверждении положения о государственном фонде занятости населения. Государственный фонд занятости населения РФ является государственным небюджетным фондом и федеральной собственностью РФ и предназначен для финансирования мероприятий, связанных с реализацией государственной политики занятости населения. Ну, далее сказано, откуда формируется этот фонд. Формирование фонда занятости представляет собой совокупность федеральной части фонда занятости. Тут идут доходы от кредитов, дотации, субсидии и так далее, прочие поступления. Ну, это нас не касается, это касается работников, кто этим занимается. Ну, а на этом всё, это часть программы.